Друзья, всем привет! Мы сегодня находимся в городе Санкт-Петербург И мы приехали сюда, чтобы начать реализовывать наш проект по сбору средств Который мы уже собрали И сюда мы приехали для того, чтобы закупиться всем необходимым Провести несколько интересных встреч по проекту Познакомиться с новыми людьми Обсудить нашу идею и наши планы с знающими людьми Которые работают в области робототехники уже большое количество лет И взять небольшое интервью у очень известного человека Очень популярного и специалистов в области робототехники Что можно сказать про эти несколько дней Мы в Питере уже пятый день Сегодня у нас последний день Буквально через пару часов я пойду забирать наш заказ И мы поедем обратно в наш холодный город Молск Очень насыщенные дни Каждый день с утра до вечера Это встречи, знакомства, новые люди В физико-математическом лице мы собрали несколько интересных идей, проектов Более подробные поездки мы постараемся описать в тексте Мы засняли по интересным видеорудикам И постараемся в ближайшее время их опубликовать в наших новостях Сергей Александрович, здравствуйте Мы приехали к вам с севера далекого И хотим узнать побольше о вашей деятельности И узнать о вашем опыте в области робототехники Которую преподаете детям Скажите, пожалуйста, вы занимаетесь робототехникой уже более 10 лет Как вам удается передавать ваш опыт начинающему поколению? Мы построили многоуровневую систему обучения В которой ребята занимаются, начиная с 4-5 класса И до студенческой скамьи Так уж получилось вначале Мы обнаружили, что ребята дорастают до 8 класса Теряют интерес к лего, с которым мы начинали И специально для них мы стали создавать более сложные курсы Само по себе основное занятие Базовый курс с 5-го примерно по 7-й класса Он очень интересен Это элементы кибернетики, которые мы почерпнули в университете На математико-механическом факультете Но этого недостаточно И для того, чтобы ребята развивались дальше Мы ввели направление радиоэлектроники И вы были одним из двух основателей Радиоэлектронные системы управления Да, радиоэлектронные системы управления Ввели направление прокладной механики И направление интеллектуальных систем программирования И теперь ребята могут выбирать В каком направлении дальше развиваться То есть они могут уже прийти с опытом Кто-то уже занимается тем-то И он может поступить сразу на уровень программирования А кто-то, допустим, не знает Он может поступить с самого начала Пройти весь этот путь И заниматься уже серьезной вот этой Да, да, бывает так, что у ребят есть склонность к работе руками У кого-то склонность к работе головы А некоторые универсальные специалисты Таким образом, мы посчитали, что Если с пятого класса каждый год проходить два кружка В нашем центре То до одиннадцатого класса не успеешь Поэтому мы еще и лагеря специальные проводим В которых ребята дополнительные какие-то курсы осваивают Расскажите, пожалуйста Вот вы, да, я помню Мы, я работал у вас Замечательные два года Преподавали бимов И вы, должно быть, знаете наш сайт по робототехнике Который называется Servodroid Да, очень интересный сайт Мы решили в этом году запустить Краудфайдинговый проект То есть проект по сбору средств Для того, чтобы создать видео урок Видео лекцию для детей И чтобы они с помощью видеоролика Смогли собрать робота простого Вот Мы знаем, что вы проводите Участвуете в различных видео лекциях На сайте Лекториум У вас есть пару видео уроков Да Я поучаствовал в съемке двух видеокурсов Сперва с командой языкмо Рабоэк А потом с командой Лекториума Первый курс был для школьников Второй для взрослых, для преподавателей Примерно одинакового содержания Это базовый курс робототехники Первый и второй год обучения Мы это сделали, потому что поняли Что наш опыт можно было бы передавать Не только через литературу Не только через очные занятия Какие-то курсы А дистанционно Используя видеокурсы С добавлением каких-то тестовых заданий То есть одно дело Можно посмотреть серию видеороликов А другое дело Можно при этом пройти тесты И даже в конце получить сертификат То есть это обратная связь получается Человек изучает ваш материал Он получает знания И в ответ доказывает с помощью уроков Или опросников Или тестов То, что он эти знания усвоил И получает какой-то сертификат Да, да Причем самым сложным заданием является Создание своего робота Съемка видео И отправка его на проверку Причем там делаются интересные Перекрестные проверки Когда на курсе участвуют Несколько сотен человек То они просто проверяют друг друга Система автоматически распределяет Кто кого будет проверять И ставит друг другу оценку Таким образом Наши преподаватели Которые снимали этот курс Только не что-то контролирующие Достаточно интересно Наш сайт Насколько вам известно Мы в основном разрабатываем Статьи по робототехнике В которых описываем Именно текстом В виде текстового представления Шаг за шагом С картинками Как собирать роботов Простых для начинающих Для детей, студентов, школьников И в этом году Мы решили тоже Не отставать от прогресса И попробовать Свои силы В создании Видео лекции Видео урока Сбор средств Мы уже Осуществили На все Что нам необходимо И сейчас Мы находимся На стадии реализации Этого проекта То есть Хотелось бы узнать Как Какой Опыт Какие должны быть Знания Для того Чтобы Создать Что-то наподобие Видео лекции Видео урока То есть Может быть Какие-то особенности Представления материала Ну что я могу сказать Вам придется Заручить Поддержку Хорошего оператора Потому что Необходимо дать Картинку С нескольких Ракурсов С одной стороны Очень ценно Когда Вектор Говорит Со слушателем Когда видно его лицо Мимику Когда он Непосредственно Обращается К аудитории С другой стороны Очень важно Что делают Его руки Инструмент Важно Что из этого Получается Поэтому Потребуются Разные Планы съемки Это первое Второе Конечно Надо понимать Какая Преворительная Продготовка Слушателя Иногда Перед Просмотром Видеоролика Можно дать Вступительный Тест Если это Обучающий Видеоролик Определенной Сложности Ведь Биороботы Которыми Вы занимаетесь Это не Нулевое У нас Ребята Должны Два Года Отучиться Прежде Чем Попасть На Курс Биоробот Такой Курс Который Когда Начинали Учить Поэтапный Про Который Вы говорили Да То есть Сперва Они Электротехнику Изучают Основы Работотехники И Вот С этими Знаниями Уже Приходят Паять Бимов Вот И Если Вы Хотите Ребята Научить Может быть Взрослых Паять Бимов Нужно Сперва Указать Какими Знаниями Должны Обладать Может Быть Создать Даже Небольшой Тест Бесплатной Системе Какой У нас Есть Например Эдуард Система От Команды Виктория Которой Можно Создавать Тест И Получать Результат С Базовыми Вопросами Из Области Электротехники Работотехники Что Нужно Знать Для Того Чтобы Правильно Этого Робота Собрать Человек Прошел Может Быть Понял Что Чего Не Знает Получил Отсылку На Материал Который Нужно Отсылить И Уже Готовый Приходит Слушать Эту Лекцию Все Понимает Получает Продукт В идеале Он Хорошо Было Чтобы Он Снял Видеоролик И Отправил Вам И Допустим На форуме Где-то Эти ролики Были бы Опубликованы Ну да Это Интересная Заметка Подумать О Дерализации И Последний Вопрос Который Мы хотели бы Задать Так Как Наша Аудитория В основном Это Дети То есть Как Вы правильно Сказали Это Может Пройти Студент Который Уже Имеет Знания В области Робототехники И Дети Которые Только Хотят Взять В руки Паяльник И Попробуют Собрать Робота Не обязательно Это Ребенок Может Он Вместе С родителями Хочет Это Собрать В таком Случае Содержание И Тот Материал Который Рассказчик Предоставляет Слушателю Он Должен быть В какой-то Форме Предоставлен То есть Легкая Форма Понятная Или Все-таки Можно В тексте Включать Какие-то Слова Которые Нужно Знать Вот Такое Конечно Могут Быть Какие-то Сложные Термины Но Будет Здорово Если Видеоролик Будет Сопровождаться Статьей У вас На сайте На сервак Замечательные Статьи Очень Насыщенные И Сочетая Видео С текстовым Материалом Можно Достичь Максимального Эффекта Особенно Если Конспект Лекции Будет Содержаться Ссылки На сложные Памяти Которые Нужно Почитать Что-то И Опросы Наверное Как раз Чтобы Человек Закрепил Знания Правда Мотивация Должна Допустим Если Это Ребенок Изучает То Мотивация У него Какая Собрать Игрушку Робота И Поиграться С ним То есть Увидеть Но Как бы Его Привлечь К тому Чтобы Он Эти Знания Сохранил Это Очень важный Мой Для Сохранения Нужно Закреплять Несколько лет Назад Мы Открыли На Наших Соревнованиях В Санкт-Петербурге Категорию Бим Робота Только Бим Ездят По Нему Отдельно Образовательные Конструкторы Отдельно Высшая Лига С микроконтроллерами А эти Только Аналоговые Роботы И Ребята Когда Занимаются На Кружках Или Дома Знают Где Они Смогут Выступить И Готовиться Работают На Результат Когда Я Впервые Поучаствовал Со своими Учениками В интернет Соревнованиях На Робофорах И Там Каждый Выкладывал Видеоролик Того Как Робот Проект По Линии Ну И Зачет Шел Лучшее Рею А Линия Была Для всех Одинаковая Вот Это Интересный Способ Принять Участие В Соревнования Не В Не Хали В Вот В Качестве Стимула Также Вот Мы Подумали Над Этим В нашем Видеоуроке Видеокурсе И Мы Решили Сделать Пять Роботов Два Из Которых Мы Разыграем У нас На Сайте В Группе Нашего Сообщества То Есть У Детей И Участников Нашего Проекта Будет Возможность Получить Этого Робота И Собрать Его С помощью Нашего Видеоурока Который Мы Сделаем То Есть Это Получается Что Человек У Него Будет Стимул И Заниматься И Изучить Этот Видеокурс Чтоб Попытаться Допустим Выиграть Этого Робота Ну И В дальнейшем Он Сможет Получить Знания И В качестве Стимула Применять На Соревнованиях Выставках И Мероприятиях Да Конечно Хорошо Если Сделал Сам Но Если Прошлют Еще В подарок Это Будет Понятным Интерактивным И Возможно Даже Подумаем Над Тем Продолжением О котором Вы Сказали В виде Обратной Связи Получения Тестов И Вопрос Большое Спасибо Успехов Вам Очень Интересный Проект И Я Надеюсь У вас Большой 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok